Исмаил Дибиров у нас по итогам этого матча. Поздравляю с победой. Два мяча забил. Расстроился, что не забил третий? В концовке был момент. Спасибо большое за поздравление. И дубли, и победы. Да, расстройства никакого не было. В принципе, был момент, который нужно было забить. Я считаю, можно было забить спокойно третий. Но что-то расстраиваться. Больше были заточены уже в обороне. Внимательнее сыграть последние минуты. Так что я рад, в принципе, что выиграли. Вот это самое главное. Команда «Мастер Сатурн» очень хорошо играет на выезде. До сегодняшней встречи было три победы. Но, правда, последние две выездные игры крупно проигрывали. Здесь сейчас, выиграв в гостях, снова, наверное, какой-то эмоциональный подъем испытаете? Да, мы проигрывали последние игры. Но с хорошей игрой, я скажу так, мы их проигрывали. Но смотрелись именно в игре неплохо. Но результат, да, конечно, не в нашу сторону. Я думаю, я верю, что эта игра эмоционально нас поднимет и психологически. То, что мы начнем побеждать и только это. Сегодня насколько тяжело было и где-то, может быть, психологически. Потому что вот первый тайм в какой-то момент, если я все правильно услышал, то даже своим футболистам сказал, что мы 20 минут отбиваемся, если я правильно все услышал с комментаторской позиции, действительно, в первом тайме было значительно тяжелее. Да, помимо... так и было. Помимо психологической тяжести, я считаю, поле тяжелое, очень физические нагрузки, физические тяжести тоже здесь присутствовали. Тяжелый матч удался, не буду скрывать, и для всей команды. И думаю, соперник тоже. Само все видно было. Но хороший футбол показали интересный. Вот так вот. Хорошо, спасибо тебе и с победой. Спасибо, до свидания. Олег Мазур, главный тренер команды «Мастер Сатурн» у нас по итогу матча против «Шор Зенит». Поздравляю с победой. Можно ли говорить о том, что сегодня футболисты выполнили в полной мере план на игру или еще многое, над чем есть работать? Именно сегодня можно как раз так сказать, потому что мы сегодня играли, как в одном мемористическом номере, можно сказать, в несвойственном нам манере. У нас в футболе была потеря, да, ведь бывшего нашего игрока приболел. Поэтому сегодня сделали ставку на игру от обороны. И зная, как играет «Шор Зенит», они играют, сами любят играть вторым номером, но сегодня мы на правах гостей. Решили встречать соперника на своей половине поля. Считаю, что эта тактика себя оправдала. Да, мы мало сегодня владели мячом, больше надеялись на быстрые атаки, которые как раз удалось реализовать вполне удачно. Соперник имел, конечно, тоже хорошие моменты, но в основном это было в виде дальних ударов. Поэтому где-то нам сегодня повезло, но хорошо, что так произошло. Вы использовали, как раз голы пришли после таких забросов, больше за спину защитникам. Это больше ваш стиль или подсмотрели у других команд, которые, собственно, также забывали с «Шором»? Ну, это, можно сказать, что это совсем не наш стиль. Еще раз повторю, что сегодня в первую сезон, даже, может быть, за два сезона мы сыграли именно так. Хорошо, что ребята смогли, как можно сказать, практически сходу нащупать такие моменты у соперника. То есть это было по ходу игры. Мы не делали ставку именно такие дальние забросы. Мы, к сожалению, сами довольно-таки часто пропускали в этом сезоне после подобных ситуаций. Ну, вот, сегодня мы на этом забили. Ну, и, наверное, последний вопрос. Ваша команда значительно лучше выступает именно в гостевых матчах, нежели в домашних. С чем это связано? Может быть, дома какая-то ответственность? Родители приходят на игры, ребята волнуются, а в гостях такого нет? Я сам много раз над этим вопросом думал. Может быть, мы слишком много на этом поле находимся. На своем домашнем. То есть мы в интернете находимся очень много, на нем тренируемся, на каком-то, мы за него ходим и так далее. Может быть, ребята немножко от этого поля психологически устают. Это так, шутка, наверное. Еще какой фактор может повлиять? Все-таки любая поездка для ребят в этом возрасте, это целая, наверное, такая история, но небольшая. Какие-то города другие. То есть где-то эмоции, может быть, играют. Своего, я так думаю. Поэтому я считаю, что как раз вот те же гостиницы хорошие, так далее, смена какая-то обстановки питания. Может быть, это все влияет в первую очередь. Я считаю, что так. Хорошо, спасибо. Успехов в следующих матчах. Захар Студенников, капитан Шор Зенит по итогу матча против Мастер Сатурна. Сегодня команда проиграла и не забила. Что здесь страшнее и, может быть, что хуже? И что не получалось вообще у команды сегодня? Скорее всего, страшнее пропускать. Потому что если ты не пропустил, ты не проиграл. Но свой момент тоже надо забивать. Ну, по игре первый тайм был строго в обороне. Не допускали каких-то грубых ошибок. Во втором тайме подсели. Поустали. Допустили грубейшие ошибки. Индивидуальные, командные. И пропустили два не лучших мяча. И свое в конце тоже могли забывать. Насколько вообще сложно было сегодня играть против команды Мастер Сатурн? Потому что они как-то... Вот мне показалось, в первом тайме у вас даже больше контроля мяча было, больше моментов. Во втором они стали действовать, может быть, чуть почетче. Мастер Сатурн – это команда с хорошим очень центром. Всегда двигаются и перемещаются. В первом тайме играли один в один в пять защитников. Было численное преимущество. Иногда мог выдвигаться защитник один. Ну, в первом тайме, даже когда я перестроился в четыре, не видел никаких больших разрывов между линиями. Вот и говорил во втором тайме. Начинали поседать. Много забеганий было. Не успевали. Ты как капитан, наверное, на тебе лежит определенная ответственность, да, немножко заводить своих ребят. Сегодня это получалось или все равно кто-то где-то, особенно уже когда пропустили второй мяч, ну, грубо говоря, с потушенными глазами? Нет, я думаю, всегда парни в команде хотят победить. Тем более в конце Игорь Дмитриев очень сильный. И активно, дневного участия в атаке. Я думаю, все заряжены. Поражения тоже нужны. Они всегда не случайны. Надо учиться. И дальше буду сильнее. Хорошо, спасибо, удачи в точке. Евгений Герасимов, главный тренер в шорт-зенит по итогу матча против команды «Мастер Сатурн». Сегодня уступили и не забили. Что произошло? Команда не исполнила ту главную игру, которую вы им дали? Или просто соперник настолько хороший был именно во втором тайме, когда они забили свои мячи и не пропустили? Ну, соперник хороший. Он еще по прошлому году хороший командный граунник. Но считаю, что просто те мячи, которые мы получили, это не переживает даже объяснение, потому что это какие-то нервнички. Вообще ситуация, когда мяч залетает за спину защитником, там его встречают, кто-то из игроков соперника сбивает, уже не первый раз в этом сезоне происходит с командой. Надо ли какое-то отдельное собрание для защитников провести? Может быть, теоретическое занятие? Или ребята все понимают, но вот именно в игре что-то перемыкает? Хорошее слово сказать. Такой раздевалки сказал, что что-то замыкает у них все, потому что это и говорится, и объясняется, и тренирук, и делается. Но самое страшное, хотелось бы верить, что это уровень игрока. Потому что такие ошибки, еще раз, и на этом уровне ИПЛ, в первых юношах такие ошибки делал просто нельзя. Хотел спросить вас еще по поводу замены. С одной стороны, они были продиктованы игрой, с другой стороны, вот, например, простите меня этот игрок, но Глеб Бахарев уже неоднократно следил за ним и на городских соревнованиях. И здесь есть странное ощущение, что Глеба какая-то, может быть, психологическая неуверенность, потому что вроде парень с хорошими данными, но при этом нередко как будто отопрегается от мяча, нередко как будто бы не готов пробить поворотом. Что это и как это менять, вы так вот не приняли. Что можете сказать? Вы назвали кач, наверное, поэтому надеюсь, он исправит эти ошибки, потому что на сегодняшний день, наверное, это и те причины, которые вы назвали, в его манере игры, которые выставляют, мы, в мой взгляд, не вводим в состав, потому что в 2003 году все правильно, но и на эти качества у них хватает. В целом, сегодня, как оцените игру тех футболистов, которые вышли на замену, действительно ли они помогли усилить игру? Или все же, опять-таки, просматривая сегодняшний мальч, надо где-то ребятам будет сказать, что надо выходить сильнее, более заряженным? Нет, я думаю, что надо не начинать с игроков, которые на замену выходят, ребят, которые начинали стартовый состав, потому что в целом недоволенны игрой, находились сегодня по объему и стараниям, желаниям, два футболиста, один из всех генерал Николаев, который нам помогает, ну и Дмитриев может быть. Остальные целостные команды просто не по объему, не по движению, даже не по претензии к команде, которая начинала мальч. Ну и последний вопрос. Дмитриев, наверное, один из главных сейчас игроков в команде и по игре, и по заряженности, как вы уже успели заметить. Но, тем не менее, когда у Дмитриева мяч не летит в ворота, это получается серьезная проблема. Как лечить Дмитриева зависимость в команду? Ну, это правильно вы сказали. Нужно не только Дмитриев, потому что Дмитриев и его решение на трог, и его новый переклик. Другое дело, что и у Игоря, за счет объема Игоря тех, как он проводил, немножко обмечался спад. Вот поэтому, наверное, сейчас будет еще немножко и обрешаем. Давайте отдохнем. Спасибо.